Перед Канелом можно только снять шляпу, но он, похоже, не до конца понимает, на что идёт. Это слова X-Champo Энди Ли после анонса поединка между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. Плотнейшая заруба в полутяжах за титул чемпиона мира по версии WBA ждёт зрителей с 7 мая. А вас уже ждёт прогноз на топовый поединок, подбодри нас лайком, подпиской и колокольчиком, а мы погнали. Сауль Альварес – лучший боксёр вне зависимости от весовых категорий. Парень напрочь выжег второй средний вес и буквально летит к званию лучшего в истории. Но для этого ему сначала надо было раздобыть аппарат из людей в чёрном, который стёр бы память свидетелям его боя с Флойдом. Канелом многие ждали в реванше с Геннадием Головкиным, но их бой, по слухам, состоится только 17 сентября. Да, если ты вдруг пропустил, то нас всё-таки ждёт финал легендарной трилогии. Альварес же решил пойти по протоптанному Александра Мусиком пути. Украинец перешёл в новую весовую категорию и наделал там шума. По той же дороге идёт и Канелло. Мексиканец хочет стать чемпионом в полутяжёлом весе, а привлёк его наш Дмитрий Бивол, владеющий поясом WBA. Федерация была только за. Бивол отправляется на главный поединок в карьере, а Альварес, возможно, на свою самую тяжёлую проверку. Дмитрий Бивол. Один из лучших российских боксёров дважды успел защитить свой титул суперчемпиона по версии WBA Super. В боксёрской среде Дмитрия принято считать домашним чемпионом. Огромные вопросы вызывает его уровень оппозиции. Ни одного оппонента, который в прематче смог бы посоперничать с Биволом, в карьере нашего бойца не было. Относительно опасным можно считать Лешумара Саламова. Дмитрий прекрасно защищается, у него реально опасная пробивная правая рука, а в ринге он буквально парит и занимается набором очков. Но у этого стиля есть и минусы, главный из которых связан с незрелищностью Бивола. За боями Димы порой реально скучно следить. Обычный челнок с перебиванием оппонента на дистанции не придётся по вкусу фанатам зрелищных нокаутов. Канело Альварес. А есть ли смысл про него вообще что-то говорить? Ладно, мы понимаем, что на нас подписаны не только преданные фанаты бокса, поэтому ненадолго остановимся и на лидере рейтинга Pound for Pound. Канело после ухода из спорта Флойда является лучшим боксёром современности. Но останется ли Саулем надолго? Этот вопрос и предстоит решить Биволу. Что касается главного преимущества Альвареса, то это дикая непредсказуемость. Каждый шаг, каждое движение мексиканского бойца пропитано неожиданностью. Его оппозиция, причём оппозиция любого уровня, представить не может, что именно Сауль затеял в каждой из своих атак. Кроме того, каждому фанату бокса известно, что у судей нет бойца, любимее Альвареса. И об этом вам расскажет Геннадий Головкин, у которого они однажды украли победу. Кстати, делать ли нам видео про трилогию? Если да, напиши об этом в комментах. Мнение о бои. Бывший профессиональный боксёр и владелец The Ring Оскар Далахоя ждёт поединка между Саулем и Биволом. Мне понравился этот бой и нравится этот соперник. Канело сделал правильный выбор. Я не так много изучал Дмитрия, но думаю, что лучшей оппозиции для Сауля сейчас нет. Промоутер Эдди Хирн же решил посмотреть далеко вперёд. Мне понравилась идея поединка. Я жду, что они подерутся. После чего мы увидим бой между Канело и победителем пары Смит-Бетербеев. Я хочу, чтобы Сауль стал абсолютным чемпионом и в полутяжёлом весе. На момент записи ролика информация о месте проведения поединка неизвестна. Изначально предполагалось, что схватка пройдёт на Т-мобайл-арене в США, однако российскому боксёру крайне проблематично было бы добираться в Америку. Поэтому, скорее всего, схватка пройдёт в Дубае. О дате битвы мы сказали в самом начале. Поединок состоится 7 мая. Также неизвестно, будет ли битва титульной. Команда Канело не заявляла о каких-либо ограничениях для нашего бойца, как это было в битве с Ковалёвым. Но вопрос титула при переговорах главным не был. Мы же предполагаем, что схватка всё-таки будет титульной. Канело-Бивол уже неплохо звучит. А если добавить к этому приставку чемпионский бой, то выглядеть афиша будет нереально круто. Ну вот мы и подошли к самой важной части. Пока можешь написать в комментах, за кого будешь болеть в этой схватке. Антропометрия бойцов, похоже, станет лейтмотивом всего боя. Бивол заметно выше своего соперника, обладает большим размахом рук и номинально будет тяжелее Канело. Как ни странно, команда Сауля решила не настаивать на ограничениях по весу, поэтому подерётся Дима в привычном для себя дивизионе. И это ему безусловно на руку. Вспомните судейские записки боя Канело-Ковалёв, когда российский боец при ограниченном времени на подготовку смог на равных биться с Саулем. Сейчас же против Канело выйдет Бивол с нормальным тренировочным лагерем без ограничений и проблем с набором веса. Кроме того, при всём уважении к Крашеру, Дима как боец лучше. И именно антропометрии Альварезу может серьёзно не хватить. Привыкший велосипедить, держать оппонента на дистанции и включаться при каждом удобном моменте Бивол, львиную долю раундов заберёт тактически грамотно выстроенным поединком. Но не сказать, что у Канело совсем нет шансов на победу. Что сделал Сауль с Крашером? Правильно отправил в нокаут. У Бивола нокдаун уже был, а удары у Канело невероятно опасны. Мы, конечно, не будем утверждать, что Дмитрий на 100% окажется в нокдауне. Но вероятность досрочной остановки боя всё же есть. Кроме того, Альварез самый статусный оппонент в карьере Бивола. Абсолютно непонятно, как поведёт себя Дмитрий в схватке со столь топовым и опасным соперником. Конечно, на чемпионском уровне он уже выступал. Но Канело нельзя сравнить ни с кем из прошлых оппонентов Бивола. И именно этим мексиканец опасен для Дмитрия. Не стоит забывать и про фактор судей. Где бы ни сражался Канело, его всегда будут любить больше, чем соперника. Поэтому в случае равного поединка даже на ничью надеяться не приходится. Бивол, по мнению букмекеров, явный аутсайдер противостояния. На его победу выдают коэффициент чуть больше трёх. Мы же думаем, что столь большой кэфф – неоправданная ошибка букмекерских контор. И на этой ошибке мы рекомендуем сыграть. Наш прогноз на бой Канело Бивол – победа российского бойца. А если у тебя иное мнение, то делись им в комментариях. Мы обязательно всё прочитаем. А также не забывай про подписку на канал и лайк на это видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok